Где разместить детскую площадку, нужна ли велосипедная дорожка и как избавиться от ненавистных уш во дворе? Все вопросы, волнующие жителей многоквартирных домов и микрорайонов города, теперь можно решить сообща. В Наринмаре продолжаются общественные обсуждения в рамках приоритетного проекта формирования комфортной городской среды. На собраниях, которые пройдут до 2 июня, каждый горожанин может внести свое предложение по благоустройству города. Каким будет памятник лесозаводчанам и сколько фонарей установить в старом аэропорту? Ответ на эти вопросы знают жители Наринмара, которым известны все больные места микрорайонов и дворовых территорий. Федеральный приоритетный проект формирования комфортной городской среды – первый в своем роде. Он позволит участвовать в создании инфраструктуры города каждому, кто заинтересован в комфортной жизни. Лишала для сушки белья. Дизайн-разработчик не понимал, зачем они пока нужны. А когда он встретился, сам разработчик дизайна встретился с людьми, понял, что там необходимо сделать и внес существенные изменения в свой дизайн-проект, по которому будет потом разработан проектно-сметная документация этого двора. Люди обсуждают все конкретно, что там будет – асфальтобетон проезд или брусчатка, сколько скамейк установить. В федеральный проект по благоустройству попали четыре общественные территории – микрорайон «Старый аэропорт», пешеходная зона на улице Рыбников, район дома номер 6 по улице Ленина и лесозаводской парк. Какими они будут – решат сами жители. С 19 апреля в Наринмаре прошли несколько общественных слушаний, где выступили активные горожане. Еще одно собрание инициативных состоялось в клубе «Рябинушка». Жители Сахалина обсудили проект благоустройства парка на улице Рыбников. Это популярное место у любителей скандинавской ходьбы и воркаута. Для комфортных занятий там не хватает кабинки для переодевания и туалета. Также в программу благоустройства на 2017 год попали четыре дворовые территории. И мы очень надеемся, что первый двор, который Совет БВГДИКа провел, я думаю, что они как раз были победителями, молодцы. И надеемся, что первый двор будет, проект уже реализован этим летом. Значит, второй проект тоже у нас получается район 6 октября, дом 6, 8, 10, 4. Там тоже немножко захвачен дом и проезды. Самый там главный проезды, конечно. И люди сами готовы изленять это все. Тоже этим летом надеемся, что он будет реализован. Остальные проекты будут реализованы по мере готовности. Программа формирования комфортной городской среды рассчитана до 2022 года. С проектами благоустройства территории можно ознакомиться на официальном сайте администрации города в разделе «Формирование городской среды». Предложение можно отправить на электронный адрес администрации или позвонить по телефону 421-56 до 19 мая. Валентина Чебичик, Владислав Носкин, Телеканал «Север».